друзья здравствуйте сегодня у нас 31 мая последний день весны весна позади завтра уже будет 1 июня и наступит лето сегодня в этом видео я хочу вам показать какие новые детки появились у моих сан-северий за три весенних месяца затем это еще не все будет затем я хочу вам показать как на данный момент выглядят плоды сан-северий первое видео о плодах сан-северий после удачного опыления я снимала когда им было всего неделя после опыления и удачного оплодотворения сейчас уже четыре недели после опыления то есть прошли три недели с момента того видео и естественно плоды немножко изменились хочу вам показать как они выглядят сейчас но и это еще будет не все после этого я хочу вам показать как на данный момент выглядят уже довольно таки хорошо подросшие детки зимние детки сан-северий потому что 29 февраля в этот необычный день последний день зимы я снимала видео о зимних детках сан-северий и сейчас прошла вся весна прошло ровно три месяца и эти зимние детки естественно подросли и изменились так что покажу вам их тоже думаю что видео должно быть интересным сначала новые весенние детки которые естественно еще маленькие потом четырехнедельные плоды сан-северий и потом уже подросшие зимние детки ну что поехали итак это первая порция сан-северий которая будет вам показана вернее будут показаны их новые недавно появившиеся весенние детки это будет у нас сорт хани грин хани джейд миднайт шайн такая покосившаяся и парва но давайте будем их все рассматривать по одной сан-северия хани грин эту мамочку еще маленькой деткой мне дала моя мама в апреле прошлого года прошлом году она мне дала четырех деток и я их 10 декабря прошлого года отделила посадила в две большие белые плошки вам показывала в других моих видео и ее посадила в такую широкую плошку чтобы не так часто пересаживать и делить и вот она выпустила двух деток две детки хани грин самый обыкновенный самый простой сорт но они очень красивые очень нарядные как видите у материнского растения полосочки темно-зеленые и светло-зеленые у старых листьев молодые листья с беловатыми полосочками а детки вылезают вернее выходит из земли очень нарядные они зелено-белые очень нарядные вот такие две детки у нее пока зная характеристику данного сорта характеристика такова что эти сансеверии очень плодовитые зная их эту характеристику я подозреваю что в скором времени у нее могут вполне появиться еще новые детки и еще я заметила что для данного сорта характерна не только высокая плодовитость но это что во время того как растут ее детки то есть накормит своих деток она еще и растит свои листики это характерно не для всех сансеверии потому что многие сансеверии отдают все свои соки деткам все свои силы деткам и сами новые листики не растят так что вот такая молодец это сансеверия хани грин и ее две новые детки они вышли в 20 числах апреля то есть им сейчас полтора месяца следующая сансеверия это хани джейд это детка я ее вырастила сама она у меня из-под земли появилась в июне прошлого года то есть ей уже годик и в октябре прошлого года я ее отделила от материнского растения вместе с ее сестричкой и пересадила в горшочек с октября она росла сама на момент отделения у меня у нее было мне кажется три листика она росла сама и вот недавно решила дать деток но она их решила дать необычно сейчас я вам покажу посмотрите я вам говорила я все свои сансеверии сажаю очень высоко потому что я не хочу чтобы их шейка загнивала потому что когда поливаешь какое-то время несколько дней земля наверху грунт наверху сырой и боюсь что шейка может загнить поэтому я сажаю высоко и у нее наверху прямо над землей начала расти такая шишечка зеленая почка я подозревала что это детки потом смотрю две почки я их немножко присыпала прикопала землей как я называю и они опять подросли пробили эту землю и вышли наружу то есть у нее такие необычные две детки можно сказать очень поверхностные и связи с этим она сама немножко наклонилась вот видите они они пока еще такие похожие на на шишечки да на стволики пока еще листиков не видать но листики будут и я покажу как они будут выглядеть вам в следующих своих видео вот сейчас я покажу видите она немножко даже наклонилась немножко на бок наклонилась так honey green предыдущая сансивериями дала двух деток здесь у нас две детки идем дальше следующая сансиверия это парва недавно о ней было видео но я там рассказывал на другую тему повторюсь что я ее купила 31 января прошлого года то есть ровно год и четыре месяца назад и она была маленькая совсем небольшая была деткой и за этот год и четыре месяца она просто сама очень сильно росла я еще в прошлом видео вам сетовала что у нее нету деток и вот недавно хочу вам показать сейчас вот видите белый носик белый клювик сейчас мы с вами к нему приблизимся и вот недавно я заметила что здесь у нее лезет такая детка лезет такая маленькая совсем небольшая детка попозже я вам тоже сниму видео через несколько месяцев и покажу как она потом будет выглядеть но я хочу вам сказать что сансиверии парва для деток характерны два варианта роста и развития первое это когда детка просто как у всех обычных других сансиверий выходит из земли и растет и второй вариант когда она тянется в сторону в виде усика вот то есть например она может отсюда или просто пойти наверх как все детки сансиверий или отсюда пойдет в сторону усик я состою в группе щучьих хвостов в латвии латвийская группа и там одна девушка некоторое время назад поместила фотографию когда у нее сансиверия у точно такого же вида сорта парва выпустила усик и она сфотографировала и измерила он пошел сюда в сторону и он был длиной ну 60 сантиметров если не ошибаюсь представляете вот в сторону отсюда такой усик длиной 60 сантиметров насколько я понимаю сансиверии данного вида когда выпускают усик то он ищет землю и если он находит землю куда можно приземлиться укорениться и потом выпустить детку то он я думаю что он останавливается в росте и в развитии поэтому если у меня не пойдет отсюда детка а пойдет длинный усик в сторону то я наверное наберу грунта в горшок этот горшок пустой с грунтом поставлю рядышком и постараюсь этот усик уткнуть туда чтобы у него появились корешочки и пошла детка оттуда расти я думаю что я так наверное будут делать и детка этого сорта у меня появляется дома впервые я видела как эти детки растут у других людей да потому что все мы всегда щедро помещаем фотографии в интернет и я представляю примерно что мне нужно ожидать от этого сорта да или обычную детку или усик но усик был бы конечно более интересным вариантом но он был бы более проблемным вариантом поживем увидим через пару месяцев вам сниму новое видео и отчитаюсь следующая сансиверия это сансиверия сорта midnight shine видите какая она такая кривая покосилась я даже подставила сюда фломастер чтобы он был опорой для нее я думаю что это помогло иначе бы она вообще легла на бортик горшка но вот он ее немножко сдерживает в совсем наклоне горизонтальную сторону это сансиверия цвела то есть она сама расти уже больше не будет она цвела вместе с сансивери рабуст и я их пыталась перекрестно опылить есть видео у меня тот эксперимент закончился неудачно первое мое перекрестное опыление было неудачным в отличие от второго и это сансиверия отцвела был очень пышный цветонос он у меня тоже есть на видео все что происходит с моими сансивериями я стараюсь все документировать и снимать на память потому что жизнь идет моменты идут растения меняются то что есть сегодня так уже больше никогда не будет так вот она отсвела и у нее пошли детки детки ее вывернули детки ее вывернули в стороны и я решила пока это взрослое материнское растение не трогать я решила пусть она будет под наклоном вырастут детки я их отделю и тогда материнское растение постараюсь посадить прямо так как все детки что я сейчас показываю весенние то есть они ну только только за апрель май появились марте у меня не было ни одной новой детки у меня начали появляться новые детки с 22 апреля то есть все что я вам показываю у меня появилась и наросло с 22 апреля это ну месяца 10 дней и вот эти детки подрастут я их отделю и материнское растение посажу прямо вот такая у меня сансиверия такая под наклоном но она наклонилась и стоит очень стабильно она стоит крепко то есть у нее хорошая корневая система ее корни очень хорошо держит в грунте и вот такие детки у меня очень редко случается когда сансиверии вот так выворачиваются и наклоняются для моих цветов для моих щучьих хвостов это редкость не знаю может быть у вас часто так бывает если у кого есть что сказать на эту тему что поделиться пожалуйста пишите всегда с радостью прочитаю и постараюсь ответить я отвечаю всем на все комментарии все сансиверию midnight shine наклонившуюся как пизанская башня показала вам идем дальше следующий сансиверии это всем вам уже известные немного раз мною показываемые сансиверии кометки чаки вот вот это да вот у них это да у них произошел просто бум у них произошел бум на деток у у этой сансиверии которая не цвела она не цвела она еще может и будет расти сама со временем у нее у первой начали появляться детки сейчас я вам покажу вот ее детки у сансиверии данного сорта они идут под наклоном видите вот такие типа кисточки не похожи на кисточек и они идут под наклоном вот как вееры такие маленькие кустики в разные стороны она выпустила уже трех деток вот такие они маленькие детки но по сравнению с другими которые вам сейчас буду показывать не уже большие и здесь в земле у нас виднеется видите еще что-то маленькое зеленое я подозреваю что это будет еще одна четвертая детка так что вот такие кометки чаки я их пересаживала вместе с вами делила отделяла и пересаживала двенадцатого февраля вроде бы зима я еще сомневалась надо не надо зимой но вот видите двенадцатого февраля пересадила потом две из них отцвели и теперь у них пошел бум на деток значит так здесь у нас полноценных три детки следующая вторая сансиверия кометки чаки двенадцатого февраля я ее отделяла и пересаживала вместе вот с этой деткой на усики детка была очень маленькая у него было мне кажется три листика и сейчас у нее уже так пять листиков и лезет шестой то есть детка у нас очень подросла и это сансиверия решила на этом не останавливаться и выпускает новую детку справа вы видите маленькая зелененькая это вот так у них только-только появляется с под землей сюда под наклоном под таким углом у них выходят детки и слева посмотрите видите тоже маленькую точечку зеленую это еще одна детка появляется они оказывается очень очень плодовиты эти сансиверии такой вывод я сделала сама на основе своих наблюдений за их поведением плоды покажу немножко попозже сейчас покажу третью я у этой второй сансиверии забыла вам показать еще вот такой такое интересное дело видите у нее наверху прямо под листиком пробивается что-то зеленое а кстати вот еще одна детка представляете вот я ее не видела даже я не видела ее у них просто они прут со всех щелей эти детки так вот у нее пробивается что-то зеленое я подозреваю что это тоже будет детка но это должна быть на усики потому что она не из-под земли не от столона появляется отсюда я не думаю что это будет листик навряд ли листик это будет скорее всего детка на усики очень интересный сорт очень плодовитый и посередине стоит третья сансиверия кометки чаки которая на момент отделения была самой большой и у нее до феврале на момент отделения не было ни одной детки я еще тогда вам сказала что она похоже мамочкой эгоистка то есть она нарастила себе длиннющие огромнейшие листья ведь она длиннее их всех и ни одной детки у нее не было и так она вытворяет сейчас самые большие чудеса посмотрите во первых наверху нее тоже видите треснули листья и что-то у нас там идет вот здесь треснул лист здесь и здесь сейчас я наведу фокус в трех местах у нее между листьями что-то идет и это точно не листья я думаю что это будет детки на усиках и я вам говорила других видео я мечтала о том чтобы они ну пышно широко разрослись и я их посадила бы в более широкий горшок наверное моя мечта сбудется если все это вырастет да видите между листиками три три зачатка деток три начинающиеся детки и внизу в грунте теперь смотрите одна детка вторая третья и дальше идут смотрите 4 5 6 6 перед вами сейчас 6 деток которые внизу это не он считает того что у нее еще там наверху образовывается и дальше если мы пойдем вот здесь у нас еще одна детка седьмая очень-очень плодовитая сансеверия как бы вам показать так получше видите тут листья близко детки далеко и телефон теряет фокус тогда получается у нее внизу в грунте семь деток недаром тогда она была эгоисткой растила себе сама свои листики а сейчас вот она такая гипер супер будет многодетная мамочка и здесь у нее что то что то интересное лезет на через наверное два три месяца я вам покажу что это такое все новые весенние детки у нас закончились теперь идет обещанный рассказ о плодах сансеверий я их опыляла с понедельника 29 апреля по пятницу нет Они висят такие сухие, на конце так должно быть. И, похоже, конца и края созреванию еще не видать месяц прошел, потому что по правилам природы цветонос сверху должен начать отсыхать, но перед тем, как он начнет отсыхать, у них еще должен измениться цвет. Они должны стать красными. До красноты нам еще далеко, у нас даже намека на красноту нету, поэтому ждем, пока покраснеют и пока начнет отсыхать цветонос. Вот у нас вторая сансеверия. Изначально у них было по 5 плодов. Я вам показывала в том первом видео. В процессе роста и созревания по одному плодику у каждой сансеверии отвалилось. Вот, посмотрите, какой он красивый. Цветонос зеленый, цветонос даже и не думает сохнуть. Цветонос у них начинают засыхать с конца, с макушки. Вот, и по одному плодику у каждой сансеверии отвалилось. Я не расстроилась, потому что я знала, я знала, что так должно быть. Вот, в процессе созревания несколько плодиков могут у них отвалиться. И на каждой сансеверии осталось по 4 плодика. Итога 4 и 4. 8 плодов я имею. Через некоторое время покажу вам, что дальше. С ним случится плоды сейчас большие, величиной с натуральную горошину. Итак, две трети видео позади. Я вам показала новых весенних деток. Я показала, как выглядят плоды сансеверии. Через 4 недели после опыления сейчас пойдут зимние детки. У меня было видео. Новые детки за зиму. Если вы хотите посмотреть, как они выглядели после зимы, в последний день зимы 29 февраля, можете зайти в плейлист. Там есть папка «Новые детки». Там есть видео «Новые детки за зиму». И можете посмотреть, как они выглядели на момент 29 февраля, ровно 3 месяца назад. Итак, я вам покажу, как они сейчас изменились. Сначала я скажу вам название. Midnight Shine, Honey Jade, Golden Flame, еще Midnight Shine и Honey Jade, Marginata. Но давайте сейчас я вам всех их похожу по одной и немножко расскажу. Honey Jade. Это материнское растение. Я его покупала в январе прошлого года в магазине. Спасла от гибели, можно сказать, потому что остальные растения из этой партии, которые не купили через 2 недели. Но я ходила, просто смотрела. Мне нравится ходить в магазин и смотреть на растения. Остальные подобные вот этому растения сгнили, потому что в магазине их поливали неправильно и погибли. Прямо в магазине их даже вовремя не успели убрать. Так что я ее спасла от смерти. Купила в январе. И в июне прошлого года у нее появились 2 детки. Я их отделила, оставила себе, посадила в отдельные горшки. И она сейчас мне дала еще 2 деток. Они появились в декабре. Помните, у меня было даже видео в самом начале моего канала. Когда я только начинала канал, я снимала видео, где говорила, что это Сансиверия просит о помощи. Помогите, что делать. Вот эти 2 детки в январе, мне кажется, это было в январе у нее, или в феврале, у нее выходили из-под земли. И вот эта детка, сейчас возьму ручку, чтобы красиво показывать. Вот эта детка у нее очень неудобно выходила. На тот момент она вот как бы вся под листиком собиралась быть. Вот под этим листиком. Под этим большим листиком. И в том видео я у вас спрашивала советы и говорила, что делать. Помогите, пожалуйста, обрезать этот листик, удалять, чтобы облегчить рост данной маленькой детки или нет. Были разные советы, но большинство советов было не удалять листик. Я вас послушалась, я его не удалила. И как видите, эта детка очень удачно дальше стала расти. Листик у этого материнского растения подвинулся в сторону. Листик подвинулся в сторону, приподнялся, и детка очень хорошо растет. Два больших листа. Третий лист начинает расти у каждой детки. И я эти вот зимние детки, все, которые будут в сегодняшнем видео, планирую отделять в конце июня в июле. Так что июнь, конец июня, весь июль у нас будет богат на деление и пересадки. Вот такие две детки. С декабря. С 17 и 24 декабря появились, получается им 5,5 месяцев. Через месяц, 1,5-2 их ждет пересадка. Деление и пересадка. Планирую материнское растение оставить в горшке. И прямо в горшке отделить обе детки, если получится. Потому что бывает, что иногда не получается. Материнское растение тоже вырывается из земли, из грунта, из горшка вместе с детками. Если очень обильная, большая корневая система. Если корни всех трех растений в данном случае перепутаются, а если их будет страшно много, то детки потянут за собой маму. Будем делить через некоторое время и посмотрим, как получится. Получится ли оставить маму в этом горшке, не тревожи ее, особо не вынимая из грунта, чтобы меньше стресса у нее было. Или она у нас выдернется вместе с детками. Посмотрим. Вот такая у нас Ханни Джейд вместе с детками. Раз уж мы завели разговор о Ханни, то и продолжим дальше разговор о Ханни. Ханни Джейд Маргината. Это детка. Я ее вырастила сама. 23 мая прошлого года я ее отделила от материнского растения и посадила вот этот горшочек. Получается, она здесь растет уже ровно год. И только недавно, вот зимой, как вы помните из того видео «Зимние детки», она дала детку одну. Вот, видите, как они рядышком хорошо здесь растут. Вроде бы так не особо толкают друг друга. Она дала детку. И детка растет очень крупная и очень шикарная. У нее уже два листика большие. Третий тоже довольно-таки большой. И четвертый, как вы видите, выходит. Эту детку я тоже планирую отделять так же само в конце июня, в начале июля. По своей методике мамочку желательно оставить в горшке, а детку прямо в горшке отрезать и вытащить. Так что ждите. Ждите, да, через полтора примерно месяца. Месяц-полтора будет у нас с вами деление и пересадка всех вот этих сансеверий с зимними детками. Хани, Джейд, Маргината. Следующая сансеверия с зимней деткой. Это Мид Найт Шайн. Не удивляйтесь, у меня четыре горшка. В каждом по одной розетке Мид Найт Шайн. Всех я их вырастила сама. Просто мне этот сорт очень нравится. Поэтому я себе оставляю, ну, несколько розеток. Помните, у меня было видео в начале февраля, кажется, 1 февраля или 31 января у меня зацвела вот эта сансеверия. Она тоже процвела. Это Костик. У меня было видео цветения Костика. Я тогда ей дала вот это вот имя. У меня только две сансеверии имеют имя. Хани, Джейд, предыдущая, это Жанна была. И вот это Костик. Другие имен не имеют. И вот этот Костик у нас процвел. И вот у него детка. Вот у него детка появилась. Детка, видите, как вышла прямо. Материнское растение тоже стоит прямо. И все хорошо, все красиво. По поводу сансеверии Мид Найт Шайн я не знаю, буду я отделять деток или нет. Потому что продавать я особо не хочу. Больших денег на них не заработаешь. А сажать я тоже не особо хочу. Потому что у меня 4 горшка уже. В каждом по одной розетке сорта Мид Найт Шайн. И куда мне еще больше. Ну, посмотрим. Детка такая средней величины. Ее еще, естественно, отделять рано. Я подожду, пока она подрастет побольше. Может быть, повыше. И, может быть, даст мне новые листики. Следующая сансеверия того же самого сорта Мид Найт Шайн. Для него характерна темная серединка. И тонкая-тонкая желтая кайма по краю. Ну, это так, для тех, кто, может быть, не знает или позабыл. Эту детку я тоже вырастила сама. Отделяла ее в ноябре. И с ноября она не особо подросла. Когда я отделяла и пересаживала, вот эта детка у нее была под землей в зачатке. Я ее посадила. И, можно сказать, зимой она вышла из-под земли, эта детка. И за зиму и за весну детка вот так выросла. Эта детка, как видите, из одного листика пока состоит. Она имеет один листик. Следующий листик у нее вот такой. Сейчас. Так, где у нас тут? Вот. Следующий листик у нее, ну, замер. Потому что он такого размера давно. Я не знаю, почему он замер. Но эта детка растет в высоту. Посмотрите, насколько она выше материнского растения. Вот материнское растение. И вот детка, насколько она выше. Эта сансиверия у меня стоит не на подоконнике, а за тюлью. Сразу за тюлью на приоконной тумбочке. Я заметила, что если там у меня стоит сансиверия, они растут чуть-чуть помедленнее. Потому что это не окно, не сразу за стеклом, а тюль создает притянение. И они растут медленнее. И они вытягиваются. Они вытягиваются, вот эти сансиверия. Поэтому, может быть, детка тянется к свету. И такая высокая выросла. Отделять тоже я пока ее не планирую. Пока пускай она у меня будет в горшке. Но сегодня, я думаю, так. Может быть, через неделю мои мысли изменятся. И, может быть, я уже по-другому начну думать. Но сейчас я подвину вторую сансиверию, Midnight Shine. Вот эта у меня стоит на окне. Это прямо на подоконнике. А эта на приоконной тумбочке за тюлью. Так они выглядят. Друзья, вы, наверное, теряете терпение. Потому что видео длится уже 30 минут. Это последняя. Это последняя сансиверия с зимними детками. В том видео детки за зиму я вам ее показывала. И показывала ее детку, которую я отделила и посадила в отдельный горшок. Для чего я это сделала? На тот момент у этой детки был один листик. Я отделила и сказала, что я точно знаю, если деток много и другие замерли, а одна растет, то эту большую детку надо отделить. И тогда замерзшие пойдут в рост. Я тогда ее отделила. И за зиму эти детки в том видео, детки за зиму, они были буквально вот только-только они вылезали из земли. И в таком положении они простояли несколько месяцев. Я отделила ту большую детку. Они опять месяц-полтора продолжали сначала стоять в таком же самом замерзшем положении. И потом они начали расти. И все-таки какие они разные. Посмотрите, у этой детки у нас один листик, но зато какой. Какие у него желтые такие элементы на листе. Какие у него полоски красивые, нарядные, светлые. И вот эта желтизна, она фактурная на ощупь. Она такая выпирает. Этот лист очень толстый, очень жесткий. И желтизна ощущается на ощупь совсем по-другому, чем вот зеленые участки листьев. У этой детки только один листик. И у этой у нас, посмотрите, три листика. Первым листиком у нее вылез вот этот листик. И он был такой совсем кривой, косой. Видите какой? Вот эта детка, если так на нее посмотреть. Вот она, он вылез совсем кривой, косой. Я даже расстроилась, что я буду делать с такой сенсиверией, если она вот такая кривая, косая будет расти. Потом он остановился в росте. И у нас пошел расти уже вот этот второй листик. И, ну, соответственно, сейчас вот этот третий. Тоже хочу вам показать, какие у них внутренние части листьев. Этот третий лист, он просто практически весь желтый. Желтый. Это сенсиверия данного вида. Golden Flame стоит у меня всегда на подоконнике. Можно сказать, на самом ярком свету. Потому что, чтобы был более желтый лист, ей нужно более яркое освещение. Посмотрите, какие они желтые, какие красивые. Вот. И материнское растение я покупала в июне, в прошлом году. В июне ему будет год, как она у меня живет. Я его купила. И у него после покупки, вот этот листик был маленький внутри. Он чуть-чуть вверх вытянулся, чуть-чуть вверх подрос. И потом она мне дала этих трех деток. Я вообще смотрела видео у других блогеров. Все говорят, что этот сорт Golden Flame, он плодовитый. Вот такая она, эта мамочка красивая. Она не цвела. И она у меня не цвела. И она никогда не цвела, потому что у нее вот этот листик рос. Если бы она раньше когда-то цвела, в магазине или у предыдущего хозяина, то этот листик у нее бы не рос. То есть она не цвела. Сансеверия данного сорта, данного вида у меня никогда не цвела. Очень хочется, чтобы она зацвела. Хотя вот у меня, как вы помните из предыдущего видео, только недавно закончился цветочный бум сансеверии. У меня отцвели шесть розеток, у мамы две. То есть пора бы уже и отдохнуть от цветения. Да, давайте отдохнем. И через несколько месяцев я ей дам установку, чтобы она зацвела. Очень нарядный сорт. Очень нарядный, очень красивый сорт. Golden Flame. Этих деток я тоже буду отделять. Я их планирую так же само в конце июня, в июле отделить. И одну, и вторую посадить каждую в свой отдельный горшочек. Мамочку планирую оставить здесь. Может быть у нее появятся еще новые детки. Сансеверия Golden Flame. Ну вот, друзья, 34 минуты видео. Я вам сказала, что хотела и показала, что хотела. Большое спасибо, что вы были со мной. Спасибо, что досмотрели до конца. Встречаемся в следующих моих видео. До свидания. Всего хорошего. Узредзешен вас.